МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА — Я думаю, что рано еще сказать, что заканчивается. Там, конечно, работы еще много, но работы выполняются не в графике, и в общем-то в ноябре месяце мы должны данный объект закончить. Ну, конечно, мы много думали о том, что все-таки хорошо будет у нас готова набережная, но само здание... — По крайней мере, видно уже саму набережную, там и бетонный парк сделали, скейт-парк, и набережная сама, как бы они уже прогуливаются, сами работники, по крайней мере. — Нет, ну это мы с вами смотрим издалека. А когда сам находишься непосредственно на самой набережной уже, и смотришь на гладь пруда, и когда у тебя открывается панорама города Нижний Тагил, начиная от старого города, это Горьянка, и заканчивая современным городом, это гостиница Паркин, или Демидов Плаза, как сейчас его называют, то это просто сама по себе картина, она просто завораживает. Можно стоять и смотреть, и смотреть, и смотреть. И когда разворачиваешься, смотришь в противоположную сторону, и видишь, извините за выражение, ободранный дворец, то сразу возникают вопросы. Хорошо, площадка будет сделана, а сам дворец будет в таком непрезентабельном состоянии. И, в общем-то, когда был губернатор Евгений Кулышев у нас в городе, и когда Вальсафьевич с ним разговаривал, в общем-то, было принято решение, все-таки дворец, его необходимо тоже привести в порядок. И, в общем-то, когда еще он увидел детишек, когда они заходили в сам дворец и увидели ребят, которые занимаются всеми теми видами спорта, так их назовем, да, или досугом, которые будут расположены на новой набережной, понятно же, было принято решение, что дворец необходимо ремонтировать. И поэтому в этом году из областного бюджета было выделено 100 миллионов рублей для того, чтобы мы могли начать ремонтную работу в этом году. 13 числа конкурс уже объявлен на проведение ремонтных работ. Нам необходимо будет этим годом сделать, конечно же, фасады и кровлю на данном объекте. Ну и, соответственно, на следующий год уже при наличии остальной всей суммы мы входим в внутрянку и, соответственно, выполняем все те внутренние работы, которые необходимо будет сделать. Но это, конечно же, будет капитальный ремонт полностью всего здания. Вот такая задача у нас стоит. Сели кружки и секции, нашли пристанище в других учреждениях, переезжают, нет уже? Да, сегодня, в общем-то, определены все, скажем так, места, где будут, или учреждения, да, где будут заниматься дети, по каким видам дополнительного образования. Это, в первую очередь, конечно, будут задействованы у нас дома детского творчества, это районное, и наше образовательное учреждение. На сегодняшний день, в общем-то, вся работа проведена, и с первого числа, в общем-то, городской дворец детского и юношеского творчества готов будет работать уже на новых площадках. А нет ли опасения, что после разработки проектно-сметной документации для капремонта дворца, где определена стоимость всех работ, всех материалов, возникнут проблемы в связи с ростом цен на стройматериалы, которые в последнее время, начиная с весны, или чуть раньше пошло? Ну вот, сегодня, вообще-то, определена методика расчетов, в том числе с увеличением стоимости материалов, которая произошла. Мы надеемся, что все-таки мы все учли сегодня в этом, скажем так, проекте, и в том числе ценовая стоимость у нас учтена. Если, конечно же, будут какие-то изменения по стоимости, ну, соответственно, у нас есть по закону, скажем так, 10%, которые увеличение контракта, которые могут быть предусмотрены, скажем так, непредвиденными расходами. Но в любом случае мы должны будем укладываться в ту сумму, которая определена с метой. А сейчас вот в связи с ремонтами школ, детского сада, как-то возникает тоже вот в связи с этой проблемой? Да, конечно, проблема... А сейчас в текущие ремонты очень много школ готовится, капитальные ремонты есть. Конечно же, эту проблему в первую очередь мы ощутили, это на 12-й школе Устютки, потому что там такие масштабные были виды работы, с удорожанием, конечно, леса практически в три раза. Мы должны были немножко искать другие технические варианты, прорабатывать и, соответственно, пересогласовывать те или иные материалы. На сегодняшний день, в общем-то, понимание найдено, работы они ведутся. Но по другим объектам, в общем-то, попали у нас те объекты, которые отыгрались до изменения ценовой политики. Здесь, конечно, здорово то, что, в общем-то, подрядчик практически на 100% были закуплены материалы, в первую очередь это 24-я школа, и, в общем-то, при наличии материалов он сейчас спокойно работает и не вздрагивает, как мы говорим. А те, которые небольшие, скажем, объекты, где идут чисто текущие ремонтные работы, но там и затраты немножко другие, поэтому есть методика, я еще раз говорю, чтобы учесть удорожание за счет ценовой политики, и за счет увеличения цен, соответственно, мы это все не используем. Как сейчас, кстати, готовятся школы к первому сентября? Текущие ремонты везде нет? Проведены? Ну, в основном, конечно же, работы все проведены во всех образовательных учреждениях, за исключением, я уже это говорил, четырех учреждений. Это у нас, получается, 24-я, она стоит на капитальном ремонте. Это у нас 23-я, которая встала сегодня на капитальный ремонт, и, соответственно, туда зашел подрядчик. Это 12-я, которую мы должны закончить до конца этого года, и 8-я школа, где сегодня также ведутся ремонтные работы, но к сентябре месяцу данная школа, она тоже будет запущена, и ремонтные работы будут закончены. Вот эти четыре основных объекта, и, в общем-то, сегодня межведомственная комиссия объехала практически все образовательные учреждения, акты приемки межведомственной комиссии подписаны по всем образовательным учреждениям, за исключением вот этих вот четырех, которые я назвал. Вот. Это все, что касается школ. Если говорить о готовности у нас дошкольных образовательных учреждений и системы дополнительного образования, то здесь у нас работает не межведомственная комиссия, здесь работает комиссия ведомственная, именно внутренняя ведомственная комиссия, где задействованы только специалисты системы образования и сотрудники администрации, соответственно. Вот. То же самое, в общем-то, приемка учреждений, она вся произведена, вопросов нет. Все, что касается, я бы сказал, надзорников, то они работают по своему плану, у них на сегодняшний день есть график выхода учреждения, и плановые графики выхода учреждения. Соответственно, они по своим планам и выходам работают уже по... Тут уже идет не приемка, а чисто осмотр технического состояния данных объектов. В августе четыре детских сада объединения «Маячок» получают грант 360 тысяч рублей за участие в областном конкурсе, который был организован Уральской инженерной школой. Как удалось отличиться, ну и каким образом будут использованы средства гранта? Ну, во-первых, мы, наверное, одни из первых в России, которые начали реализовывать так называемую, мы называем это «Уральская инженерная школа», где в том числе она у нас работает и на базе дошкольных образовательных учреждений, где детишки могут в игровой форме окунуться именно в любую рабочую профессию. Если, допустим, это у нас детство, то они, скажем так, плотно связаны с Евросинтемка, да, если... нет, да, детство Евросинтемка, если мы говорим у нас с вами о «Маячке», то они очень тесно связаны с Уралвагонзаводом. И, соответственно, они продвигают те специальности, которые на этих предприятиях и там, где их работают папа и мама. Вы, Игорь, здесь, наверное, надо уточнить, радость работает с НТМК, Да, 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 радость. А детство – это как раз... Детство Уралвагонзавод – радость НТМК, прошу прощения, конечно. Вот. И здесь-то понятно, что детишкам это интереско, детишкам это нравится, и они, конечно же, на себе ощущают, чем занимаются их родители. Это здорово. И вот в игровой форме, и сегодня вот эти вот гранты, которые разыгрываются на уровне федерации, и то, что зарабатывают наши учреждения, они, конечно же, это все пускают на развитие именно инженерной школы или, скажем так, для того, чтобы углубить детей в ту профессию или специальность, которую они у себя продвигают. И, в общем-то, здорово, ведь мы за пять лет в грантовой системе у нас дошкольно-образовательное учреждение получили практически более 10 миллионов рублей. И это все-таки идет на развитие дошкольно-образовательного учреждения, именно материальной базы. Это, конечно, здорово. А какие-то еще детские сады участвуют в грантовых конкурсах? Вот подобные. Ну, у нас практически, у нас же гранты не только бывают по инженерной направленности, у нас бывают гранты и по другим направлениям. И, в общем-то, практически все детские сады у нас в той или иной мере стараются участвовать в грантовой системе. Горь живет своей бурной жизнью. Что мы имеем, тем не менее, по ситуациям с распространением коронавируса? Тенденции какая у нас? Ситуация, она на сегодняшний день все равно остается пока еще тяжелая, тяжелая она, сложная, да. То, что сегодня коечные места у нас остаются в том же объеме, как и были. Четыре учреждения, они так и работают на прием больных. На сегодняшний день понятно, что количество свободных мест, оно увеличилось в этих учреждениях, но, по крайней мере, у нас увеличилось количество тяжелых больных. И в связи, скажем так, со свободными местами, у нас реанимационные койки, они практически заняты на 100%. И их в любом случае все равно на территории города не хватает. Очень много людей, которые болеют, скажем так, в легкой форме, которые находятся на дому, но заболеваемость в любом случае у нас потихонечку она растет. И, в общем-то, с 2020 года у нас переболело порядка 8400 тагильчан уже коронавируса. И пока мы, честно говоря, не видим ситуации, скажем так, снижения заболеваемости по территории города Нижний Тагил. Здесь вариант только один, мы об этом говорили, это прививочная кампания. Прививка сегодня в городе есть. У нас ее выходные в субботу завезли в наше лечебное учреждение еще. И у нас на остатках сегодня порядка 8500 доз. Это у нас спутник ВИС, спутник ЛАЙТ и пива Корона. Вот, пожалуйста, то, что сегодня тагильчане могут прививки себе ставить. И мне бы хотелось еще раз все-таки призвать тагильчан прививаться необходимо. День города прошел чуть ранее. Многие мероприятия были отменены, традиционные, какие-то спортивные. Но, тем не менее, некоторые мероприятия остались. Вот, например, спортивные. Что удалось провести и вообще, что будет проводиться в дальнейшем в городе? Ну, спортивные мероприятия, да, действительно, они у нас в большей своей части, они прошли не в онлайн-режиме, они прошли наявы только. Единственное, они проходили, скажем так, без участия зрителей. Это и пляжный волейбол, это и стритбол, это и оранжевый мяч, игры 3 на 3. В общем-то, и мотокросс в рамках Дня города. Ну, мне кажется, из всего плана мероприятий спортивных, которые у нас были запланированы, 80%, они у нас прошли. Те, которые именно завязаны были на, в том числе, скажем так, всероссийские соревнования, которые по плану у нас были запланированы. Вот, и здесь, я думаю, что все-таки мы и правильно сделали, что не отменили спортивные мероприятия. Это все равно, в большей своей мере, на 80% это мероприятия на свежем воздухе, в любом случае. Ну, или так иначе, спортсмены все равно общаются между собой, потому что они же на тренировках все равно вместе. Поэтому большую часть мероприятий мы провели. А в связи с этим вопрос, последняя смена в загородных лагерях состоится? Все нормально? Да, буквально мы в субботу заехали, у нас еще три загородных лагеря уже на пятую смену. Понятно, что сегодня в связи с той ситуацией по заболеваемости, которая есть в городе, ситуация, она немножко нас напрягает, и бывают определенные, я бы сказал так, но проблемы именно, скажем так, характеры связаны с людьми, потому что на момент заезда люди заезжают на две недели, должны проживать там, скажем так, в режиме обсервации, и, соответственно, перед заездом все сотрудники сдают ПЦР-тесты на определение заболеваемости коронавирусом. Ну и у нас так или иначе получается, человек, не зная того, что он болеет, он выдает положительный ПЦР, и, соответственно, у нас остаются сутки для того, чтобы произвести замену сотрудника, для того, чтобы не сорвать заезд. Ну, пока мы с этим справились. И, в общем-то, такие были, да, и практически все, все лагеря у нас заехали на пятую смену. Вопрос в связи с предстоящим трехсотлетием города, ну, вот такое предложение от школьницы Алены Матлыгиной, она изучает геологию пять лет, занимается на станции юных туристов «Полюс», подготовила работу о выиском месторождении. Мечтает, чтобы присвоили этому месторождению статус памятника природы горно-геологического ландшафта. Вы в курсе или нет в администрации о такой идее, о таком предложении? И как к ней относитесь? Нет, да, у Алены, конечно, интересное предложение, сама по себе, конечно же. Во-первых, этот рудник, ведь с него началась, в общем-то, жизнь нашего города. Это рудник, с которого пошла жизнь нашего города. Это первый рудник, откуда начали добывать железную руду для того, чтобы затем ее переплавлять. И у нас появился тогда первый наш тагильский чугун. И это, конечно же, история Тагила. И это здорово. Сегодня есть определенные, конечно же, проблемы, которые необходимо будет первым планом порешать. Это, в первую очередь, то, что сегодня это территория не города Нижний Тагил. Она относится у нас, скажем так, это территория лесов федеральных. И этот вопрос, я думаю, что мы проработаем. Затем мы понимаем, что это бывшая, скажем так, промплощадка. И сегодня для того, чтобы туда люди могли ходить, нам нужно произвести несколько таких, скажем, вещей технического характера для того, чтобы обезопасить нахождение там людей. Вот это основные моменты, которые надо. Поэтому я думаю, что мы этот вопрос изучать будем, однозначно изучим этот вопрос. Ну и, соответственно, уже будем смотреть, как это можно воплотить в жизнь. Что с находкой из Адыка-убилейной? Наверное, это на сегодня последний вопрос. Что происходит на месте раскопок в данный момент? Ну, археологи у нас на той неделе, в пятницу, буквально они закончили свои работы. Последние останки, которые были найдены во втором склепе, он оказался наполовину разрушен. И, честно говоря, мы не назовем, что он был разграблен, но кости, которые находились в этом склепе, они двух человек. И они были просто, скажем так, перемешаны, сбросаны туда с землей, с кирпичами. Видимо, ситуация, когда строили теплотрассу, которая вела к юбилейному, они, видимо, нарвались на один из склепов, они его разрушили, и, видимо, все эти косточки сбросали в эту могилку. Но сегодня все ее вскрыли, ее почистили, все кости были изъяты на сегодняшний день. И археологи на сегодня увезли все это дело к себе в институт, где они обработают все эти кости. Все это документально будет оформлено. И, соответственно, затем все эти останки будут переданы городу обратно, и там уже город будет принимать решение, что с этим делать. Ну, вариантов у нас несколько однозначно. Мы должны будем провести экспертизу ДНК останков, которые у нас сегодня есть. Но для этого мы должны будем найти кого-нибудь по мужской линии из рода Демидовых. Ну и, в принципе, у нас уже есть как бы кому обратиться. И в следующий момент нам необходимо будет череп, тот, который сегодня был в одной из могил, все-таки направить его специалистам в город Тюмень для того, чтобы они могли идентифицировать или нарисовать то лицо по данному черепу, чтобы нам было легче определяться, по крайней мере, кто это в действительности может быть. Ну и мы все-таки надеемся, что это все-таки останки одного из родов Демидовых. Благодарю вас за участие в нашей программе. На наши вопросы сегодня ответил замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров. Всего доброго. Оставайтесь на Тагил-ТВ.